привет привет дорогие друзья сегодня среда опять выглянуло солнышко от этого приятно на душе и депрессия отступает и сегодня совершенно случайно обнаружил что у меня нет джинсов ну либо что-то произносилось либо протерлась в самых таких местах не нехороших вот и надо как-то что-то обновить гардеробчик думаю отправлюсь к я в магазин куплю себе джинсы нет посетил я несколько магазинов ничего не нашел потом думаю вот вливайся зайду-ка я вливайся зашел вливайся вы знаете самое интересное что я в этот магазин неважно где не заходил наверно уже я не знаю лет 15 сможет быть и так далее я нашел себе джинсы которые мне понравились себе их купил и вдруг я ощутил посмотря на эти джинсы я поймал себя вспомнил то самое ощущение которое я испытывал когда-то при этом то когда трогал джинсы левайс вы знаете многим молодым будет это непонятно но как бы в то время нас не было джинсов никаких все это достигалось доставалось через там знакомых борцовщиков там и так далее которые могли каким-то образом где-то эти вещи брать я понял что вот ко мне пришло опять чувство из того времени я вот прям почувствовал этот запах эти вещи я увидел вот знаете такую куртку джинсовую с такой белый такой тип аппарат парашек такой под шуб под пушкой вот такой вот да и я вспомнил что я бы за эту куртку наверно родину продал в то время в даже они мне так нравились эти джинсы вы с этим белым и потом они уже появились какие-то там турецкие я не знаю там китайские я не знаю какие они уже появлялись сначала из польши по моему начали возить потом из турции забавное было время и вы знаете я честно говоря вот ловлю себя на мысли вспоминаю вот эти вот какие-то свои ощущения от ботинок которые я первыми купил и они были такими модными что были просто супер там да или вот от джинсов и и не понимаю то ли это хорошо то ли это то ли ну и он нафиг вообще вот такое вот чтобы так радоваться от обычной какой-то вещи от обычной одежки не знаю прям вот меня вот такая мысль как бы вот не оставляет хорошо это или плохо потому что вместе с этим всем я вспоминаю еще один эпизод когда мне очень хотелось новой кроссовки помню баланс это такой значок и знаете да это тоже был тогда страшнейший вообще дефицит его просто не было нигде никто там пообещал из знакомых я к этим знакомым поехал навстречу какая-то там станция уж не помню название всех этих станций около люберец где-то залезь углу люберец это наивный парень наивный в общем кинули меня друзья под самые не хочу кинули кинули да и часто часто все подобное происходило вы знаете я помню даже момент я помню этот момент когда вещи перестали меня радовать всякие маленькие мелочи они перестали меня радовать и я абсолютно зачерствием мне хотелось понять вот да моя радость тем вещам или еще чему то это была радость потому что это был какой-то дефицит или потому что я умел радоваться в тот момент мелочам вот не найду я для себя ответ ведь это действительно здорово уметь радоваться мелочам потому что но люди иногда без этого сходят с ума когда перестают радоваться чему-то да то есть вот как я на сегодня сегодня с утра например смотрел новости и там элон баск запускает открывает коммерческие полеты на луну люди будут летать за миллионы долларов я подумал господи неужели людям настолько скучно что что они будут готовы сесть в консервную банку и облететь вокруг луны но у действительно согласитесь я вам хочу сказать что в том темпе жизни которым мы живем мы действительно забываем как здорово радоваться мелочам и это могут быть не только покупки в магазине там или каких-то вещей там или вообще чего-то материального живя здесь я как-то вспомнил что можно радоваться просто голубому небу над головой и тому что тебе улыбаются люди каким-то совершенно таким маленьким нюансом и и по секрету вам скажу что я чувствую себя гораздо моложе чем те там более шо 10 лет назад которые когда я сюда приехал радуйтесь мелочам мои друзья ну и напишите свое мнение по поводу радоваться мелочам ведь ваши комментарии такие очаровательные и честно говоря я очень рад что вы у меня есть жду ваших комментариев пока пока и и и и и Субтитры подогнал «Симон»